Витебская область Витебская область Центральным аппаратом Следственного комитета возбуждено уголовное дело за незаконную охоту с использованием воздушного транспортного средства, повлекшего причинение ущерба в особо крупном размере. В отношении фигурантов проводятся дальнейшие оперативные и следственные действия, проверяется их причастность к совершению иных преступлений. Продолжит выпуск Виктория Радевич. У нее обзор криминальных и чрезвычайных происшествий. Не смог пережить расставание с возлюбленной и решился на радикальные меры, едва не взорвав чужой дом. Следователи поделились подробностями любовной драмы в Бобруйске, которая обернулась не только разбитым сердцем, но еще и уголовным делом для 60-летнего жителя райцентра. Теперь он под стражей. Распутывать эту историю начали две недели назад, когда в МЧС поступило сообщение о пожаре на участке частного дома на улице Рябиновая. Возгорание в котельной заметил хозяин, увиденное его не на шутку перепугало. Он оставлял новый газовый баллон у входа в помещение, а кто-то занес его внутрь и открыл вентиль. Рядом уже разгорался огонь. Перекрыв газ, мужчина вынес взрывоопасную емкость на улицу и, как выяснят следователи, незадолго до событий у потерпевшего начали налаживать отношения с бывшей супругой. Хотя еще недавно она сожительствовала с другим мужчиной. Но не сошлись характерами, и женщина вернулась в семью. Обиженный экс-возлюбленный практически преследовал женщину и следил за ней. Благодаря камере видеонаблюдения, установленной на соседнем доме, правоохранителям удалось оперативно установить и задержать причастного к произошедшему жителя Бобруйска. Женщина по приметам опознала своего недавнего ухажера. На допросе мужчина пояснил следователю, что он перелез через забор, чтобы всего лишь посмотреть на возлюбленную. Однако, увидев ее вместе с бывшим супругом, в нем взыграла ревность. Действия 60-летнего мужчины квалифицированы как покушение на умышленное уничтожение, либо повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом. Финансовые махинации на одном из агропредприятий Петриковского района вскрыли оперативники БЭП. Как сообщили в МВД, хищение денег из бюджета сельхозорганизаций происходили системно. Конкретный период пока не уточняется. По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба превысила 115 тысяч рублей. Организатором преступной схемы, по версии милиции, выступила 51-летняя главбух предприятия. Она же втянула троих подчиненных, главного экономиста и еще двоих бухгалтеров. Возбуждено уголовное дело. Установлено, главбух на протяжении нескольких лет, злоупотребляясь служебными полномочиями и по предварительному сговору, переводила различные суммы со счетов предприятия на свою банковскую карту и карт счета пособников, маскируя перечисления в бухгалтерской программе как различные платежи. Кроме того, она переводила похищенные средства на банковские счета супруга и сына, которые вовсе не работали на предприятии. Фигурантам грозит лишение свободы до 12 лет. Хотел сохранить деньги на работе втайне от супруги. Не вышло. В Минске у строителя, выполнявшего работы в одном из учреждений здравоохранения столицы, украли крупную сумму. В шкафчике для спецодежды он хранил наличными 8 тысяч рублей. Все они до последней копейки пропали. Узнать, кто вскрыл импровизированный и, как оказалось, ненадежный сейф, после заявления в милицию, помогли эксперты. На поверхности шкафа обнаружен изъят свет руки, при проверке которого судебным экспертом установлена его принадлежность 33-летнему гражданину Молдовы, имеющему вид на жительство в Республике Беларусь. Иностранец вместе с потерпевшим выполнял ремонтные работы в здании. Кроме того, мужчины были приятелями. И поэтому о существовании заначки обвиняемый знал. Он уже полностью возместил ущерб товарищу. Принес ли потерпевший эту сумму домой или теперь он прячет накопление в более надежном месте, вопрос остается открытым. К слову, деньги иностранец взял для очередной ставки в онлайн-казино. Мужчина воспитывает двоих детей и раньше проблем с законом у него не было. И суд решил освободить его от уголовного преследования, выписав ему протокол со штрафом 1200 рублей. А сразу после переписка, как и само объявление об аренде, исчезли. Дальше шок, недоумение и заявление в милицию. В Первомайском районе столицы за помощью к правоохранителям обратились сразу три жертвы мошенничества в интернете. После внесения предоплаты в арендованное жилье потерпевшие так и не въехали, потеряв на троих больше тысячи рублей. Потерпевшие пояснили, что объявления о сдаче квартир нашли на онлайн-площадках. В мессенджере они связались с потенциальными арендодателями, которые попросили внести предоплату. После перевода денег владельцы квартир перестали выходить на связь, а также удалили объявление и переписку. Возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества. Напоминаем, не производите оплату за жилье без предварительного осмотра квартиры и заключения договора аренды. К классическому способу обмана прибегнул житель Минска, который предлагал услуги по ремонту авто и под этим предлогом забирал у владельцев машины. 24-летний парень задержан по подозрению в мошенничестве. По информации оперативников УГРО, молодой человек искал клиентов возле действующей СТО, представляясь ее владельцем. Обещал выполнить все работы, которые были мне необходимы. Необходимый срок с хорошей скидкой. И все, нам больше ничего не надо будет. Потом просто за работу отдашь. Я работу тебе дешевле сделаю. Но делать изначально ничего не собирался. Да и не мог, в принципе. Официально фигурант безработный. Никакие работы не были выполнены. Никакой антикоразиной обработки кузова не проводилось. В ходе дальнейшего выяснения обстоятельств пришло уведомление о нарушении правил дорожного движения. Точнее, превышение скоростного режима фотофиксации. Именно в тот день, когда Алексей сидел за автомобилем. Автомобили заявителей он использовал в личных целях. А деньги, переданные в качестве оплаты за выполнение работ, тратил на свои нужды. Чтобы заказчики ничего не заподозрили, фигурант отправлял им взятые из интернета фотографии с изображением похожих автомобилей в процессе ремонта. В настоящее время установлено более семи лиц пострадавших от мошеннических действий минчанина. Возбуждены уголовные дела. И тоже в Минске для мужчины с судимостями очередным задержанием закончился поход в парфюмерный магазин. Как рассказали в милиции, употребив накануне спиртное, житель столицы отправился за покупками. В отделе парфюмерии не смог устоять перед понравившимся ароматом. Рука сама потянула из-за флакона и положила его в карман куртки. Далее покупатель поспешил на выход, но происходящее не ускользнуло от внимания охраны маркета. Через несколько минут с клиптоманом разговаривала милиция. Честно скажу, битка в бутылку, немножко, ну, не в себе. Извиняюсь, я готов купить этот товар, принести свои извинения и пойти дальше. Но пойти дальше мужчина сможет только по статье кража. По данному факту возбуждено уголовное дело. Это был проект Зона Икс. Наши новости есть на ютуб-канале проекта и в инстаграм. Оставайтесь на светлой стороне и на Беларусь-1, ведь сегодня вечером Виолетта Соколович подведет итоги недели криминальной хроники. Хорошего дня! ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ